Аксаким Алматы Алматинской области Шалбая Кулмаханова обманул его собственный юрист Муслим Малдебаев. Такова официальная версия. Бывший чиновник якобы отдал ему 150 тысяч долларов за то, чтобы тот решил вопрос по двум судебным делам, которые семья Кулмаханова проиграла. В итоге деньги юрист взял, а вопрос так и не решил. Шалбай Кулмаханов посчитал, что Малдебаев его обманул и обратился в полицию. Действия юриста квалифицировали как мошенничество. В суде обвиняемый свою вину не признал, утверждал, что получил деньги в качестве дополнительного гонорара за свои юридические услуги. Но эти доводы не помогли. Муслима Малдебаева приговорили к пяти годам лишения свободы и обязали выплатить семье Кулмаханову 67 миллионов тенге, что эквивалентно тем самым 150 тысячам долларов по курсу 2022 года. В общем, в этом деле господин Кулмаханов считается потерпевшим. И опять же, по официальной версии, он якобы не знал, каким именно образом юрист собирается разруливать ситуацию в Верховном суде по уже проигранным делам. Ну, во всяком случае, это дело экс-Акима Алматы выиграл. А мы идем дальше. В Талдыкургане портреты городского Акима Ирната Базила появились на мусорных баках. Таким образом, горожане пытаются привлечь внимание чиновников к своим проблемам. В местных соцсетях пользователи постоянно размещают фото и видео с мусором, которые не вывозят по несколько дней. Давайте посмотрим один из таких роликов. Посмотрите, что творится. С начала июня никто мусор не убирает. Люди уже складывают рядышком. Вонь ужасная. Это по улице Шахва, Ростово 173. По словам местного блогера Айдоса Киртаева, коммунальная компания «Жана Сана» недавно выиграла тендер и привлекла 300 миллионов тенге инвестиций. С 1 июня коммунальщики ежедневно должны вывозить мусор из дворов многоквартирных домов, но по факту это происходит далеко не везде. Отходы по долгу скапливаются в контейнерах, ну и просто гниют. Хотя в своих соцсетях талдыкурганские чиновники публикуют совсем другие картинки, на которых все идеально чисто. Граждане надеются, что мусорные баки с портретом Акима привлекут внимание чиновников к реальной ситуации в городе. Ну вот такой способ достучаться до Акимата придумали в Талдыкургане. Ну и как минимум городского Акима теперь будут знать в лицо все, даже бездомные, которые приходят поживиться на мусорке. Солдат-срочник из Кустанаев пал в кому, и его мать обратилась за помощью к президенту Тукаеву. Родные утверждают, что сын попал в реанимацию после того, как его ударил сержант прямо на построении. Эту версию родители узнали якобы от сослуживцев сына. Однако военные начальники отрицают дедовщину. Якобы у юноши появились признаки ОРВИ, поднялась температура и потом даже выявили пневмонию. Сейчас состояние Нуржигита Абельпата тяжелое, он находится на аппарате ИВЛ. Мать срочника, не успевшего принять присягу, заявила, что на дедовщину сын жаловался и до этого случая. Давайте сейчас послушаем это обращение женщины. 6 июня 2024 года со слов его сослуживцев, которые уже дали показания следствию, моего сына во время утреннего построения ударил в область живота кулаком младший сержант командира отделения Турлан Дастан. За то, что якобы мой сын стоял в строю, сунув руку в карман, со слов сослуживцев рядовой Абельпата клал в карман спрей от горла, о чем сказано в их показаниях органам следствия. Также, по показаниям свидетелей, 7 июня у Нуржигита появились явные признаки недомогания, так как он стал жаловаться на общую слабость, тошноту и головокружение. На мою просьбу в таком случае организовать видеозвонок с сыном, чтобы я лично смогла убедиться в этом, мне пообещали в скором времени мой сын перезвонит. Но спустя 4 часа мне снова перезвонили с незнакомого номера, представились командиром роты и сообщили, что Нуржигит попал в реанимацию, находится без сознания и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. При этом утверждал, что мне нужно как можно скорее приехать, так как состояние критическое и у моего сына времени мало, и прогнозы на его выздоровление крайне малы. В настоящее время состояние ребенка не изменилось. Однако врачи военного клинического госпиталя Министерства обороны Казахстана 16 июня 2024 года сообщили нам, что на данный момент появилась возможность транспортировки Нуржигита в санитарной авиации в город Алматы для его дальнейшего лечения и восстановления. Касым Жамар Тукаев, кстати, на обращение матери срочника уже отреагировал. Президент потребовал провести тщательное расследование и наказать виновных. Также глава государства обратил внимание министра обороны на недопустимость подобного рода инцидентов в армии. А сейчас с нами на связи отец Нуржигита Абдельпата, Тимур Жаналин. Тимур, добрый вечер. Слышно меня? Здравствуйте. Да, вас слышно. Расскажите, пожалуйста, как сейчас состояние вашего сына, какие прогнозы дают врачи? На данный момент состояние ребёнка прежнее, тяжёлое. Врачами проводятся различные манипуляции. В данный момент, как вы уже сказали, он находится в госпитале военном в Алма-Ате. Транспортировка вертолётом прошла нашему счастью успешно. Сейчас проводятся все необходимые медицинские мероприятия по восстановлению его состояния в связи с перелётом и назначению дальнейшей методики и тактики лечения. Да, ну вот, Тимур, расскажи теперь вашу версию и причину того, по которой ваш сын оказался в больнице. Потому что есть две версии, да? Да, есть две версии. Основная версия — это по диагнозу врачей. Это пневмония двусторонняя, обширная, которая повлекла за собой такие последствия, то есть обширный сепсис всего организма, ну и, соответственно, отказ всех жизненно важных органов. Но нельзя не учитывать, и это первичный факт, нарушение внутреннего устава и устава вооружённых сил, то есть сотрудником данной воинской части, контрактником, младшим сержантом, который совершил правонарушение, недопустимое для командующего состава, так как он является начальником, имеет определённые полномочия и также ответственность. То есть, как уже сообщалось ранее, был нанесён, есть подтверждённый факт того, что был нанесён физический вред. Возможно, это был точечный удар, что не является исключением того, что внутренние органы по какой-либо причине могли воспалиться. Либо это нижняя часть лёгкого, либо это сама печень, потому что сейчас и печень, и лёгкие, если говорить простым языком, просто отказываются работать и осуществляют свою жизнедеятельность только с помощью специальных аппаратов. Мы всё-таки будем настаивать на том, что действия данного служащего контрактной службы стали связующей нитью к повлечению таких последствий. И поэтому мы не останавливаемся на том, что и не совсем мы согласны с мнением, что это всего лишь пневмония. Понятно, что сейчас вы боретесь за здоровье, и сейчас это главный вопрос, чтобы привести в порядок сына. Но вы будете требовать привлечения к ответственности вот этого человека, который якобы ударил или какой-то вред нанёс? Безусловно, будем. Объясню сначала следующий факт. Все мы люди, мы тоже входим в положение, что да, данный человек, подозреваемый, совершил правонарушение. В то же время данный военнослужащий является, в принципе, почти одногодкой нашего ребёнка. И поэтому самоцель у нас также испортить судьбу человека. Мы не преследуем такой цели. Почему мы будем идти теперь именно в том направлении, чтобы всё-таки виновный понёс своё наказание, хотя бы как минимум согласно статьи Уголовного кодекса 441 в отношении своего подчинённого? Потому что здесь играет такой простой человеческий фактор. Родители не он, не соизволили просто хотя бы объясниться по-человечески, поговорить. Мы тоже люди. То есть если бы они пошли на этот шаг, мы, возможно, подчёркиваю, на тот момент могли бы урегулировать этот вопрос иначе, исходя чисто из человеческих побуждений, мы ещё раз подчеркиваем не за то, чтобы губить чьи-либо жизни, судьбы и так далее. Это понятно, да. Тимур, ну вот у нас есть информация, что Нуржигит якобы до этого случая жаловался на факты дедовщины, что с чем эти были случаи связаны, что именно он вам рассказывал. Это так? Нет, я официально опровергаю данную информацию, так как мы всегда с сыном были на связи. У нас было, я советую многим родителям, придумать некое кодовое слово. То есть когда ребёнок называет кодовое слово, значит, у ребёнка действительно есть проблемы, которые требуют вмешательства либо родителей, либо каких-либо юристов, скажем так, образно. То есть до того случая, как это произошло, ничего подобного не было. Ребёнок был доволен тем, что он наконец-то по своему желанию, со своим возрастом, с призывом пошёл служить в армию. То есть никаких факторов, о которых заявляет, это неправда. Ну хорошо, да, мы вот тоже не хотим, чтобы какая-то недостоверная информация распространялась. Некоторые СМИ написали о том, что якобы были вот эти разговоры, он вам что-то ещё рассказывал. Хорошо, Тимур, будем надеяться, что главное сейчас, чтобы ваш сын, Нуржигит, поправился, ну и чтобы, конечно, эта история разрешилась по справедливости, чтобы те, кто, если есть виновные в том, что ваш сын попал вот в это состояние, чтобы они были, конечно, тоже наказаны по закону. Ну и мы будем тоже следить за этой ситуацией, так что держите нас в курсе. Спасибо вам, всего доброго. Спасибо и вам. До свидания. До свидания. Да, и коротко о том, какую проблему сейчас испытывают жители Актау, там она тоже серьёзная, снова жалуются на неработающие уборные на набережной, на которые, кстати, потратили кучу денег. По их словам, по словам жителей и гуляющих на набережной, нужду приходится теперь буквально справлять в кустах. В августе прошлого года городской Акимат потратил на установку пяти туалетов 87 миллионов тенге. Объекты появились, но нормально не функционируют. В ответ на обращение разгневанных жителей в городском отделе ЖКХ заявили, что в модульном туалете проблемы с электричеством. Кстати, аналогичную причину поломки чиновники называли и прошлой осенью. Ну, судя по всему, проблему никто решать не собирается. Нет до туалетов, видимо. Так, и вот еще напоследок у нас тема, которую хотели обсудить и с вами, и обсудили с нашим экспертам. День России, прошедший в соседней стране 12 июня, непублично отметили и в Казахстане. Как пишут наши коллеги из телеграм-канала «Егофпресс», торжественное и, судя по всему, недешевое мероприятие прошло в центре Астаны в отеле «Ритц Карлтон». Среди гостей были замечены первый зампремьер-министра Казахстана Роман Склярый, председатель народной партии Ирмухамед Иртезбаев, а также пророссийский блогер под ником «Нордказах». Давайте сейчас посмотрим фрагмент с этого так называемого праздника. За свою тысячелетнюю историю наша страна прошла разные этапы. От государства росло в Великом Новгороде, до Киевской Руси, затем было Московское царство, потом Российская империя, СССР, и, наконец, мы, Российская Федерация. Стало по настоящему сильным государством, достигло уверенного роста во всем важнейшем обновлении. С особым удовлетворением отмечаю, что между нашими странами установлены подлинно стратегическое сотрудничество и партнёрство, основанные на тесном, постороннем и многостороннем формате взаимодействии. В системе внешнеполитических приоритетов Казахстана Россия по праву занимает особое место. Ну и многие стали обсуждать, насколько этично участвовать государственным лицам в подобных мероприятиях, и что это вообще было официальное празднование или частная вечеринка. Мы тоже обсудили это с политологом Валерием Володиным. Давайте сейчас посмотрим интервью с ним, которое мои коллеги записали прямо перед эфиром. Вот эта вечеринка, назовём её так, в честь Дня России в центре казахстанской столицы, это что? Это вообще вот какой статус у этого мероприятия? Это частная тусовка или это какое-то официальное мероприятие? Очевидно, это официальное мероприятие, которое посольство Российской Федерации проводит на территории, ну, собственно, да, не на территории посольства, но всё равно это праздник, который Российская Федерация, видимо, хочет отпраздновать вместе с большим количеством лидеров мнений, которые чаще всего разделяют российскую повестку и российское отношение к действительности. И те гости, которых мы там увидели, надо полагать, мы и можем воспринимать, что они те самые апологеты современной российской, ну, если не пропаганды, то назовём это точкой зрения, и те люди, которые в той или иной мере, можем предположить, поддерживают войну в России, войну России в Украине, ну, например, про одного из гостей, про Ермухамеда Кабидиновича, мы это доподлинно точно знаем, он в своих интервью неоднократно говорил о том, что считает виновником войны непосредственно президента Украины Зеленского и говорит, что поддерживает российскую позицию. Ну, Ермухамед Кабидинович, ещё будучи и министром культуры, и занимая самые разные дипломатические посты, показывал себя как человека одновременно и прямолинейного, и гнущегося в самые разные стороны. Поэтому очень радостно, что сегодня он занимает подобную точку зрения и будет ровно так же увлекательно для всех, кто наблюдает за его, скажем так, творчеством, увидеть, как в какой-то момент он вновь, ветер переменится и переменится точка зрения многомоважаемого Ермухамеда Кабидиновича. Ну, а в случае, например, с присутствующим также на мероприятии Романа Васильевичем Скляром, то, ну, можно предположить, что даже не предположить, а очевидно, что его деятельность на посту в Акимате Павлодарской области, в Министерстве транспорта и коммуникации, в Министерстве по инвестициям и развитию и особенно в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан были прочно спаяны с Российской Федерацией и поскольку большая часть инвестиций, хотим мы того или нет, связаны действительно с Россией. И, возможно, его нахождение там было связано именно с тем, что Россия является крупным донором и, собственно, главным партнёром. И в целом надо не забывать то, что на сегодняшний день Российская Федерация всё ещё, как бы, несмотря на всю нашу многовекторность, многовекторность считается ближайшим союзником нашей страны. И, ну, как бы, да, мы, граждане, и в особенности те самые комментаторы Айрана, которые сейчас много, я думаю, не лицеприятного напишут, что они думают об этой вечеринке, как бы, мы имеем право на своё мнение, но ровно так же государственные деятели имеют право находиться на подобных вечеринках. Если про мотивацию вы сказали, это понятно, то вот скажите вот ваше мнение, то, что на мероприятии присутствуют, да, официальные лица, зампремьер-министра страны, руководитель партии, поэтическим, вот поэтическим соображением, на ваш взгляд, это нормально? На мой личный взгляд, находиться на каком-либо мероприятии страны, которая ведёт активную войну, будь то Россия, будь то Украина, будь то Израиль или Палестина, для любого действующего политика означает принимать точку зрения конкретной страны или конкретного противника. А поскольку, я напомню, Казахстан с нашей многовекторной политики политикой старается не принимать никакой точки зрения во всех этих войнах, то и уважать целостность, при этом одновременно уважать целостность государства и Израиля, и Украины, то для действующих политиков абсолютно недопустимо. Но, опять-таки, это вопрос очень тонкий, это вопрос морали. Не выглядит ли это так, что наша власть таким образом пытается Москве угодить? Очевидно, мы хотим угодить Москве, потому что, я напомню, самое ужасное, что случилось с нашей страной, то, что за 30 лет независимости мы не создали практически ничего. У нас нет новых производств, у нас в принципе нет производств. Мы каждый день живем в мире, когда российская экономика все сильнее на нас действует, где российский бизнес постоянно присутствует, где покупая какие-нибудь вафли и печеньки, то мы скорее всего купим российские, а не казахстанские. И, соответственно, опять-таки, хочется нам этого или нет, мы не можем на сегодняшний день отказаться от присутствия России в нашей стране. И государственные мужи разнообразные ровно так же понимают, ведь это не Владимир Путин 30 лет не позволял нам сделать что-нибудь, чтобы наша промышленность снова начала работать. Это наши те самые чиновники собственно палец о палец не стукнули и занимались абсолютно другими вещами. В итоге сегодня мы настолько прочно зависим в особенности от России и от Китая, что мы не можем себе позволить заявить, что они наши враги и что они нам не нужны. Ну вот, кстати, печеньки лично я покупаю, предпочитаю именно казахстанские, так что не об этом речь. Не об этом речь. Да. Может быть, Валерий, это мое субъективное мнение, очевидно, это так, но вот вся эта вечеринка, она выглядела как, знаете, такое закрытое мероприятие. То есть его, я думаю, вы согласитесь со мной, что его не сильно афишировали. То есть, вот все-таки участники понимали, что это выглядит не очень красиво праздновать и чествовать Россию, которая развязала войну на территории другого государства. Я думаю, в первую очередь это мероприятие, которое проводит посольство другой страны. И все мы прекрасно понимаем, какой процент посольства любой страны составляют люди, занимающиеся не культурными более связями, а то, что принято называть каким-нибудь промышленным, экономическим и прочими видами шпионажа. Поэтому, естественно, никто из них не хочет и не должен светиться. И то, что данное видео вообще утекло в сеть, показывает на самом деле головотяпство, поскольку такого не должно происходить. И ровно так же мы, простые граждане, не должны видеть каких-то агентов другого государства, которые являются членами нашего общества, нашими чиновниками, нашими политиками, поскольку теперь мы в массе своей должны воспринимать их как агентов Кремля или как людей, сильно симпатизирующих Кремлю. И, соответственно, ну, не знаю, как для господина Скляра, но для господина Ертезбаева это очевидно точка зрения, что народная партия Казахстана, а он ее лидер, напомню, в полной мере поддерживает Российскую Федерацию и ее агрессию. Вот если для меня, опять же, позиция Ермухаммеда Кабиденовича, ну, она такая не нова, скажем так, то вот мог ли господин Скляр отказаться и не участвовать на данном мероприятии вообще? И чем бы для него конкретно, на ваш взгляд, мог бы обернуться отказ? Если бы он отказался, ничего плохого не случилось бы. Ведь он всегда мог бы отправить туда представителей каких-нибудь профильных министерств, которые в наибольшей степени связаны с торговлей, с инфраструктурным развитием, с индустрией, с чем угодно, а не появляться там самостоятельно. И надо предполагать, что это было его личное желание там присутствовать, и он там присутствовал. И вот в конце эфира хотела еще зачитать новость, которая пришла совсем буквально, буквально в этот час. в Германии нашли тело нашей соотечественницы Айгуле Сайлыбаевой, это бывшая судья, которую искали с 4 июня. Она там пропала, уехав туда жить с мужем и свекровью. Мы рассказывали об этой истории в одном из прошлых стримов, и к нам в колл в прямой эфир выходили брат и отец Айгуль. Вот, и тогда они как раз собирались сидеть в Германии, чтобы выяснять все обстоятельства вот этой истории. И мы все тогда надеялись, конечно, что Айгуль найдется живой и невредимой, но, к сожалению, вот такие вот новости, я сейчас зачитываю информацию, которую опубликовали коллеги Костак. Из известного тела нашли на окраине города, по данным Билд, труп был в пластиковом мешке, перед смертью женщина подверглась насилию. Сейчас, значит, в расследовании этого дела работают 35 сотрудников, в доме женщины прошли обыски. И что вот тоже такая деталь, о которой мы тоже упоминали, одновременно с Айлыбаевой пропала ее 49-летняя свекровь Наталья Донцова. В общем, история какая-то непонятная, печальная, трагичная. Напомню, что тогда родные пропавшие женщины нам рассказывали, что им стало известно, что якобы Айгуль подвергалась домашнему насилию со стороны мужа. В общем, мы, конечно же, приносим соболезнования родными близким Айгуле Саилыбаевой. Сейчас остается надеяться, что хотя бы расследование будет проведено тщательно и выяснят все обстоятельства и виновных в этом жутком убийстве накажет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова